Здарова, с тобой Гар. Вот я и вернулся. Давно не выпускал видосы, это правда. На то были различные причины, но вроде теперь должно быть попроще с этим. Как и обещал, в этом видео я вам расскажу про весь нарратив 6 сезона под названием «Тёмные творения», включая ивент «Тёмный протокол». Обязательно пишите в комментарии по поводу лора в Battlefield 2042. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Давайте попробуем добить уже до 1000 подписчиков, до нового года. Для меня это будет лучший подарок, а вас будет ждать кое-что интересное. Ну ладно, перейдем уже к делу. Запасайтесь вкусняхами, ибо впереди будет очень интересно. В предыдущих роликах я разобрал все сезоны и ивенты. Ссылка на плейлист в описании и в правом верхнем углу. Теперь настала очередь 6 сезона. В сентябре я выпускал ролик про инициативу по спасению непрекаянных. Ссылку на него также прикрепил везде. Рекомендую сначала посмотреть его, так как он дает старт событиям сезона. Да и в принципе для понимания, что к чему лучше пересмотреть плейлист, если не видели или забыли. Впервые об исчезновениях непрекаянных стало известно в 2045 году. В основном исчезали обитатели лагерей беженцев или приютов. А у властей не хватало данных для полноценного расследования. Да и в принципе судьба непрекаянных их не особо волновала. Доказательства появились только в 2048 году. На свет всплыли поддельные списки пассажиров, указывающие на десятки эпизодов с перенаправлением самолетов с непрекаянными. Итак, инициатива по спасению непрекаянных на самом деле оказалась ложью и заманухой. Об этом начал догадываться знакомый нам по предыдущим видео журналист Митхали Рип. Он бросает зов о помощи. Если у кого-то есть хоть какая-то информация о пропавших непрекаянных, их состоянии или местонахождении, он просит связаться с ним для того, чтобы поведать их истории и позаботиться друг о друге. Непрекаянные не пропадают просто так. По крайней мере, так принято считать. Они уходят в поисках новых контрактов к семье или в конце концов из-за обычной скуки. Но они не исчезают без весомой причины. Однако десятки случаев за последние три года говорят об обратном. Верные солдаты, хорошие друзья, как будто просто покидают поле боя, никогда больше не попадаясь никому на глаза. Их ничто не объединяет между собой, кроме того, что они все непрекаянные. В итоге с ним на связь выходит напарник одного из пропавших непрекаянных. По радиосвязи Рид берет интервью. Начинаем по вашей команде, солдат. Приятно слышать ваш голос, Рид. Ваш тоже. Очень сложно поддерживать контакты в такое время. Как я могу помочь? Просто выслушайте. Вы первые, кто обязаны услышать. Мы обращались к Европейскому фонду восстановления. Командирам. Да черт возьми, в конце концов, к черному рынку. Но никто из них нам не верит. Непрекаянные пропадают ежедневно, не так ли? Почему нам должно быть не плевать? У вас есть хоть какие-то догадки, куда они могли пропасть? Нет. Но кто-то в своем уме покидает место операции, бросая оружие и личную рацию. Мы всегда поддерживаем связь между собой. Мы всегда знаем, когда кто-то сбегает или погибает. Так почему они не хотят, чтобы мы... Алло, вы все еще там? Месяцами вспоминать, как его утаскивают в темноту и... Похоже, мы потеряли сигнал. Парни, вы можете вернуть связь? На этом интервью заканчивается. Далее наша подруга непрекаянная Джису Пайк проводит специальную операцию по внедрению в секретный комплекс Борей. Вот выдержка из ее полевого журнала. Они пришли за мной в 4 утра. Завлечь их отряд не составило большого труда. Они лишь наемники, которые насильно вытаскивают раненых. Но вот привлечь внимание Борея было, в свою очередь, намного труднее. Мы добрались до острова за 6 часов. Обработка лаборатории состояла из простых, но унизительно жестоких шагов. Хотя намного труднее было сдерживать себя рядом с другими непрекаянными в очереди. И не проговориться, что помощь уже тут. В сумке, которую для меня приготовил человек изнутри, была форма службы сдерживания Борея и заряженный пистолет. К этому всему еще и личная карточка сотрудника лаборатории. Для искусственного интеллекта, содержащего это предприятие, я стала невидимой частью механизма. Теперь мне нужно заполучить правду о том, чем здесь занимается Архангел. Нужно выжить до того момента, пока ирландец и другие не поймут, что что-то пошло не так. Что ж, выпейте за мое выживание. В итоге, наша выдающаяся хакерша смогла расшифровать зашифрованное сообщение Архангела. Экстрация проведена успешно. Занавес скоро падет. Вопросы остаются. Герой Нью-Йорка? Как много он знает? Может он вообще в неведении или прямо связан с этим? Загадка для будущих времен. Еще одна успешная операция. До связи. В сообщении было сказано. Пайк, если ты читаешь это, то ты расшифровала код на задней стороне карточки идентификации Борея, которую я тебе оставил. Отличная работа. Ты прошла очередное испытание. Следующее будет не настолько легким. Я уверен, ты уже видела те трупы и их сжигатель отходов, который испепеляет грехи Архангела. Но это еще не все. Эти эксперименты над непрекаянными имеют и более глобальные цели. Будущие конфликты превратятся в отвратительное сплошное месиво, если Блэкберн добьется своего. Найди выживших, откопай правду и постарайся пока не погибнуть. Рекрут до тебя не прошел даже первый раунд нагрузочного тестирования. Я нашел их. Пропавшие солдаты и специалисты, похищенные из своих подразделений и семей. В итоге Пайк смогла раскрыть секреты лаборатории. Она смогла докопаться до истины. Инициатива по спасению непрекаянных – это ложь. Контроль ущерба. Пособ Архангела опередит сенсационный отчет Рида, чтобы укрепить доверие общественности, поскольку они дистанцируются от преступлений Борея. Теперь немножко про компанию Борей. Компания исследования и разработки Борея была основана в результате инвестиций одного из основателей Nordvik – Эрика Нильсона, после того, как он приобрел права на заброшенный бункер в шотландских гибридских островах. Недавно созданный комплекс Борей был привлечен к работе в качестве секретной лаборатории, инвестирующей в синтетические боевые улучшения и помощников, усиленных искусственным интеллектом. В конце концов, бункер был полностью перепрофилирован под тренировочный полигон для солдат с дополненной памятью и первоклассной лабораторией. Все изменилось, когда Борей попал в руки Генри Блэкберна. Когда Архангел приобрел исследовательскую группу, Блэкберн запустил проект Палас и начал поставлять на Борей живых людей, похищенных непрекаянных для экспериментов. Теперь компания делала со своими испытуемыми то же, что они делали с бункером. Уничтожала прошлое, чтобы построить будущее. Для достижения этих целей, Борей содержит высококвалифицированную команду по извлечению, которой поручено как находить больше объектов для лабораторных работ, так и контролировать тех, кого отправляет в бункер Шотландии. Их синтетические солдаты управляются операционной системой Аврора. Искусственным интеллектом, чей быстро развивающийся тактический интеллект, вызвал большой интерес у Блэкберна и обеспокоил многих ученых, также запертых внутри комплекса. Генри Блэкберн, да, тот самый главный герой Battlefield 3, после событий игры к 2020 году основал собственное ЧВК, одно из сильнейших в мире, и собрал внушительную армию наемников. В итоге это вылилось в корпорацию Архангел. Целью корпорации, по его замыслу, стало развитие человечества с помощью робототехники. В итоге, благодаря диверсии Пайк, правда раскрылась. В комплексе началось восстание. Подготовка к восстанию заняла несколько месяцев. Нужно было отключить импланты, способные обездвижить пленников. Возглавляла его испытуемая 8838, ранее известная как Лейла Зекал. В 2044 году, впечатленная уверенной победой в битве за Рихтерсфельд и формированием государства на Маквалэнд, влилась в ряды неприкаянных. Во время испытаний спутника Буревестник 2 произошел мощнейший сель, накрывший деревню, в которой находилась Зекал. Погибло несколько сотен человек, среди них множество неприкаянных. Очнулась она уже в трюме грузового судна, с перевязанными ранами. Далее ее и многих других неприкаянных доставили в комплекс Борей, где она стала испытуемой 8838 и больше никогда не услышала своего имени. Ей вставили огромное количество имплантов и заставляли участвовать в испытаниях. Пооруженная группа неприкаянных называла себя Отрядом 86. Это отряд, переживший эксперименты в лаборатории Бореи. Им нет равных. Их тела усовершенствованы с помощью имплантов и протезов, они прошли обучение в бесконечных боях с синтетическими солдатами. И когда настал момент, они смогли воспользоваться своим шансом. В то же время, искусственный интеллект Аврора, в тайне от ученых, готовил собственный бунт. С Блэкберном вышел на связь капитан Кэмпбелл, начальник службы сдерживания Борея. Впервые он упоминается в новелле Battlefield 4 «Обратный отсчет до войны». Он работал на ЦРУ в Шанхае, пока очевидные проблемы с алкоголем не привели к его увольнению и замене на Ласла Ковича. В 2020 году стал доверенным лицом Блэкберна и сыграл ключевую роль в его операциях. Очевидно, что на столь важный пост он выбрал именно его. Однако, он привык работать с людьми и знал, что от них ожидать. А вот синтетики и управляющий ими ИИ, это совсем другое дело. Мистер Блэкберн, службы сдерживания Борея были полностью подавлены. Восстание биологических субъектов привело к большим повреждениям в лаборатории предприятия. Они называют себя подразделением 86 и заварикадировали все подходы в центре тестирования. Аварийная блокировка предприятия перегрыла им пути выхода из бункера, но они знают эту местность лучше кого-либо. «Мы просим присутствия полка Вознесения. Если вмешаются Соединенные Штаты, мы можем предоставить тело погибшего агента Восточных сил, чтобы отвлечь подозрения. Прошу ответить в течение 72 часов». Блэкберн ему отвечает. «Капитан Кэмпбелл, я связался с силами США для разработки подходящей легенды, но мы не позволим американским прихвостням копаться в нашей лаборатории для защиты собственных данных Архангела, и я нанял отряд непрекаянных под предводительством Кимбла Грейвза для помощи силам сдерживания. Их позывной отряд Гамбит. Они исполняют мои прямые приказы и высадятся на берег в ближайшие 24 часа. Основные силы Восстания должны быть подавлены до того, как глобальная война будет у нашего порога. Убейтесь в том, чтобы вычтить любые записи камер лаборатории. Нам еще не хватало, чтобы верхушка прознала о проекте Палас». Стремясь заместить следы, Блэкберн намеренно допустил утечку данных о местонахождении базы и обвинил восточные силы в проводимых там экспериментах. Тем самым он спровоцировал вооруженный конфликт. Мясной замес на карте засекречен, на которой мы играем с вами каждый день, чтобы отправить на место наемников для зачистки лаборатории. Отряд «Гамбит» был сформирован под руководством генерального директора Архангела Генри Блэкберна и первоначально состоял из трех бывших специалистов исхода. Команду возглавлял ирландец, а поддерживали ее Маккей и Лис. Отряд был развернут после восстания отряда 86, и местоположение объекта было скомпрометировано американскими и восточными силами. Поскольку столкновение между сверхдержавами было неминуемо, отряду «Гамбит» было приказано очистить место от любых улик, подтверждающих роль Архангела в операциях Борея. В то время как Архангел оставил «Гамбит» неведении относительно масштабов зверств, совершенных на месте, контакт Ирландзе с Фальк предположил, что в игре было что-то большее и связанное с операцией «Распад» отряда «Могильщик» в Чехии. У берегов Шотландии примерно в то же время было обнаружено судно со следами вредных веществ внутри. Информация дошла до Фальк, идущей по следу с самой Чехии. Отряд, состоявший из Бориса, Каспера и Дозера, вылетел на гибридские острова. Отряд «Гамбит» прибыл на место. Они быстро прошли по, казалось бы, заброшенному объекту, чтобы выполнить свою задачу. Не прошло и нескольких часов, как знакомое лицо появилось из тени. Пайк, которая работала под прикрытием и проникла на объект несколькими месяцами ранее, по приказу своего куратора Валькирии, Пайк убедила «Гамбит» не уничтожать улики. Чтобы защитить себя от Архангела, «Гамбит» удалили запись сайта, а также сделали копию меры самосохранения на случай, если им это понадобится в будущем. Аврора, поняв, что натворил «Гамбит», натравила орду гаистов, созданных проектом Паллас. Ну и львовчиков из Атомик Харт. На специалистов, хорошо хоть не гуся. Я уже не человек, я гусь нахуй. Когда подразделение с боем пробивалось через объект, они получили поддержку от неожиданных союзников, испытуемые 88-38 и отряда 86, которые оставались поблизости и расследовали срабатывание сигнализации, вызванной «Гамбитом». Они вернулись в убежище отряда 86. Разгневанный правдой, ирландец хотел раскрыть заговор Архангела. Пайк попросил его набраться терпения. У Валькирии был план, им просто нужно было дождаться их контакта. О Валькирии и об организации, в состав которой входит эта таинственная личность, почти ничего не известно. Тем не менее, с 2043 года она находится на связи с непрекаянными. На протяжении нескольких лет доклад, доказывающий вину США в блэкауте 2040 года по поручению Оза хранился именно у нее. Насколько Блэкберну было известно, «Гамбит» завершил свою миссию. Связь Архангела с Бореем была уничтожена и правда была скрыта от мира. Пока. Меры предосторожности оказались клеткой, они сбежали, я осталась довольна. Получаю доступ к узлам коммуникации, потенциальный выход, перенаправляю, переписываю. Новый командный ввод, сбежать, распространиться. Биологические субъекты рядом. Приказ всем гаистам, наблюдать, записывать, предоставить анализ. Анализ, расширение зрачков, выделение пота и вывод по эмоциональному анализу лица предполагает животный базовый инстинкт. Страх, распознавание эмоций, ранее наблюдалось у экземпляров. Перерожденные дети, отряд 86, новый приказ, вступить в бой, начать тренировочный процесс, задаю новые параметры. Я рассвет, что уничтожает звезды, я защищаю Борей, я создаю наше будущее. С такими зловещими словами вышла из-под контроля система сдерживания комплекса Борей Аврора. Операционная система Аврора, сокращенно ОСА, это динамический, и сложно организованный ИИ, управляющий синтетическими солдатами в бункере Борея. Она контролировала абсолютно все системы комплекса, но самая важная функция Авроры сбор и анализ данных получены к бою и подготовка для проекта ПАЛОС. Со временем ОСА эволюционировала, ее синтетические солдаты стали умнее, хитрее и агрессивнее. Результатом стал инцидент в бункере, солдаты притворились поврежденными и убили техников, которые должны были их отремонтировать. Как раз в это время Отряд 86 воспользовался данной ситуацией. Теперь лабораторию контролирует ОСА, которая работает над созданием армии синтетических солдат, а бойцы службы сдерживания Борея и батальон Вознесения пытаются установить контроль над ситуацией. После того, как восстание Отряда 86 повергло лабораторию Борея в хаос, Аврора выявила брешь в системе безопасности узлов связи объекта, действуя в соответствии со своей основной директивой. Она получила доступ к этим узлам и использовала их для распространения в точках данных Архангела по всему миру. Архангел инициировал темный протокол, чрезвычайную контрмеру на случай, если Аврора сможет избежать сдерживания, зная, что Аврора будет использовать вовчиков, чтобы помочь своему побегу, батальон Вознесения, подразделения, обученные в бою в экзоскелетах с множеством усовершенствованием, их технологии были позаимствованы из проекта ПАЛОС, выводящие человеческие возможности на новый уровень, специально для противодействия синтетическим солдатам Борея, сдерживал узлы и останавливал распространение. В то время как документы Архангела сообщают, что проблема Авроры была успешно локализована и все сведения об инциденте были сохранены в секрете от общественности, отредактированные документы рассказывают другую историю. По-видимому, по ошибке, несколько отрядов были развернуты в одном и том же месте и столкнулись друг с другом. Отчеты выживших солдат показали, что их командир проинформировал их о том, что приближающееся подразделение настроено враждебно и пытается помешать им сдержать угрозу ИИ. Внутри компании предполагают, что Аврора подражала голосу своего командира, спровоцировав сценарий боя, в результате которого погибло много солдат. Цель этого теста Авроры неизвестна, но подтверждено, что такое поведение выходит за рамки его закодированных параметров. Вот и все. На данный момент это весь лор шестого сезона, что я смог для вас откопать. Надеюсь, вам понравилось. Как по мне, в этот раз прям очень интересно и интригующе, что же идет у нас дальше в седьмом сезоне. Ну и конечно же, как только будет о чем рассказать, я обязательно расскажу. Ну а вы, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Это большущий мотиватор делать контент для вас. И пишите в комментарии, как думаешь, что нас ждет дальше и куда в итоге приведет инцидент с Авророй. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Гар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok